Всем привет, мои дорогие друзья! Всем хорошего, доброго дня! У меня ветер опять шторку сюда утащил. Сегодня у нас вот такая погода до плюс 32. Ой, уже жара. Уже жарит и парит. Так, мой огород. Петрушка вон какая растет. Так, чем я занимаюсь? Я начала готовить завтрак. Время у нас обед. Вы знаете, Акан приходит в 3 часа ночи с работы. У них там колобалы, как говорится. Ну, много народу, много посетителей. В 3 часа приходят домой. Ну, где-то в четвертом, в полчетвертого, может, там это. Мы ложимся только спать. Вот. А я его, конечно, дожидаюсь. Вот мы встали. Ну, не сейчас, конечно, только. Уже умылись все. Вот. Акан у меня заказал яичницу с колбаской. Ой, вот. Вот эти. Акан такие любит. Суджуки. Говядина и по сыру. Ой, я это уже вам показывала. Ой, что-то все за этот вот сейчас. Ну, мне сначала надо принять черный тмин. Мне вот так посоветовали Татьяна. Ложка черного тмина и 2 ложки йогурта. на этот... С вечера я вот с вечера замочила. Я до этого черный тмин жевала, девчонки. Знаете, сейчас мне жевать больно. Поэтому я решила попробовать вот так. Но я черный тмин принимаю два раза в день. Утром и вечером. Сейчас, значит, я это съем и замочу также с йогуртом уже на вечер. У меня, знаете, жевать больно. Не то, что промеж зубов застревает вот этот черный тмин. Это почистить можно. Это не так. А вот я не знаю, жую, да, и мне зуб больно. Как будто я, конечно, не стоматолог. Я не знаю, как будто вот эти канал, где нервы, да, у зуба как будто близко расположены и прям вот мне больно жевать. Поэтому я решила попробовать вот так. Сейчас я это съем и потом потихоньку... Но мне надо выждать еще 20 минут. Ну, я приготовлю. Пускай Акан завтракает, а я это 20 минут выжду и потом тоже буду завтракать. Наш завтрак готов. Всем приятного аппетита. Кто в данный момент со столом? Доброго дня, друзья. Ничего страшного. Кушай. У меня Акан проголодался. Мое кофе варится. Я достала арбуз. Ой, это Акан покупал. у меня там попросили, Татьяна, когда Акан будет покупать, это покажите, как выбрать вкусный арбуз. Не всегда получается выбрать вкусный арбуз. И Акан покупает без меня. Вот это он тоже купил. Ой, где мы всегда покупали, где было 10 лир, да? Последний раз Акан туда заехал, там 20 лир. Девчонки, стал сразу килограмм арбуз. И никого нету, Акан говорит. По 10 лир. Еще там люди были, очередь стояла, да? Да, очередь еще была, ну как, 2-3 человека может быть. Часто, да, и этот вроде бы ничего вкусный попадался, но родители там купили, было невкусно, им невкусный попался. Акан за 20 лир не купил, я еще видела вот здесь ВАСТУ-1, я говорю, ВАСТУ-1 продается 13 лир, ну там 12 копейками было, вот. Акан когда покупал, он говорит, там 5 арбузов было последние, и то, что выбрал, вот то, что выбрал, вот. Но ничего, мы его доедаем, тоже пойдет. Холодный, в жару, все пойдет, лишь бы холодно было. У нас Лира сегодня даже не пришла. Лира, да, обычно она, я когда встаю, у меня Лира вперед меня бежит, вперед меня бежит. Лира нету. Вообще, жарко, потому что она там лежит, этот, в спальне у нас там постель не убрана еще, потому что там Акан еще лежит, отдыхает, отдыхал. Вот. Даже Лира не пришла. Вот такие дела. Сейчас давайте. У меня время еще, я время выжидаю. Милый, приятного аппетита. Самолетиков вам покажу. Время убить. Ну-ка, извините, конечно, у нас постель не убрана. Вон она, вот она лежит. Да, вот, даже не пришла, потому что жарко, а здесь прохладно. Где, где наши золотые? Наши золотые летают. Да, девочка моя? Да? Кларочка, девочка, иди сюда. Вот она, вот, вот. Иннокентий сразу ей место освобождает, да, сынок? Иди мой золотой. Кларочка, девочка, иди сюда рядышком. Давай, иди, иди, иди ко мне, иди ко мне, моя золотая. Вот они какие, вот они какие, вот они какие, да, Иннокентий? Иди. Кеш, иди, говорю, вот так что они у нас летают. Линька, кажется, у них закончилась. Я так посмотрела, посмотрела, вроде бы таких перышков нету, да, Иннокентий? Зато он, видите, обрастает новыми перьями. Вот, красавчик мой, любимый. Да, Кеш? Любимый. А я ведь вам забыла сказать, девчонки, вот на днях было Иннокентию, как он пять лет живет у нас. Да, я забыла сказать. Вот так. Это было, знаете, это было 18 июня. 18 июня, где-то в часов 9-10, наверное, вечера Акан принес его в коробке. Это с работы там, это кто не знает, как у нас Иннокентий попал. Это Акан работал за городом, и этот магазин у нас там был на автозаправке. И туда прилетел вот это крошечное чудо. Он был очень маленький, очень маленький. Вот его никто не захотел взять, Акан его принес домой. Вот, а 19-го я уже с утра побежала и купила вот эту клетку и все такое. И с тех пор он с нами. Смотрите, глаза закрыл. Кеш, Кеша, не мешай, говорит, я отдыхаю. Вот, пять лет, как он с нами. А вот эта красавица, скоро будет год, как она с нами. Так, ну ладно, пускай они отдыхают. Я пойду по кану. Ой, что, готово кофе, да? Мортик, немножко вина есть. А, хорошо. Вот, у меня почти уже кофе готов. Акан вчера вон, где машину оставил. До этого тоже там оставлял. Ночью, видите, места нету, Акан на работу поехал. Мест нету, здесь все занято. Вообще, мест нету. Все, Акан на работу поехал, надо здесь мне. Или зацепить мне там что-нибудь, чтобы уж совсем всегда у меня эту тюль ветром не уносило. Она тоже уже, вон, видите, вся рвется от солнца. и я ее сюда повесила, она старая была. Сюда куда-нибудь за тычку какую-нибудь засунуть. Я раньше так делала, конечно, она по ветру бы болтахалась. Или вот сюда куда-нибудь так чик, засунуть что-нибудь, и она уже не будет. Я сюда вставать боюсь, высоты боюсь, может быть, и засуну, потому что как не выйду, так все, шторка у меня сбоку. Здесь-то вот я вот такими магнитами прицепила, чтобы сюда не этот. Здесь же у меня вот огород, зелень. Больше таких у меня нет, у меня две штуки. Одну вот сюда зацепила, одну вот сюда. Вот все. Пока на работу поедет сейчас. Ой, вот ветер, ветер, ты могуч. Сигналит. Ветер, ты могуч. И потихонечку назад все сюда. Ладно, потом я посмотрю. А вот мне Акан звонит. Смотрите, у меня уже какие огурчики стали. Тянутся, тянутся. Ой, и что? Знаете, вот сейчас еще одна головная боль у меня прибавилась. Я теперь не знаю, когда мы их сможем посадить в огороде. началось то время, именно когда Акан, сейчас я камеру переверну, девчонки, лучше так поговорим. Началось как раз то время, когда мы не знаем, когда мы поедем в огород. Вот. Акан работает в ночную смену. приходит поздно, я уже сказала, в три часа. Когда выходной будет, это неизвестно, но если будет, то раз в неделю. Только вот так, если подумать, мы сможем ездить в огород. А температура с каждым днем все выше и выше. Я вот смотрю Хавадуруму, завтра 34, потом 36, наверное, и выше. И 30 градусов, это уже как бы это очень жарко. Я не знаю, опять говорю, часто уж говорю, я на Хавадуруму что-то, я не знаю, не очень я верю, но очень жарко, очень жарко. Вот. И вот это хозяйство сейчас у меня будет вот эти огурцы стоять здесь. Даже если выходной будет, я их посажу, я их смогу поливать только раз в неделю. Конечно, они у меня погибнут. Вот это время пришло. Когда Акан в первую смену работал, было, конечно, очень хорошо. После работы можно было поехать. А сейчас мы сегодня хотели поехать в огород. но мы проспали. Да. Мы договорились с Аканом, что сегодня поедем. Там, я не знаю, часов восемь, проснемся и поедем. Какой часов восемь, если мы где-то ближе к четырем только спать легли? Конечно, мы не проснулись, будильник уж не ставили. Вот. Акан как бы сказал мне, что давай поедем сегодня ночью. Ну, как это получится уже завтра утром, да? Когда он приедет с работы, спать не ляжем, я оденусь, он тоже переоденется, и мы поедем в огород поливать. Ну, польем и огурцы, помидоры, перцы, что там, и все, а уже под клубнику и под эти грецкие орехи мы его просто уже включим капельный полив. И все. Вечером, надеюсь, будет нормально. А днем там напора нет. Ночью тоже, я, конечно, не уверена, потому что многие тоже включают капельный полив. Вот как-то так. Я что еще хотела ответить? Я в комментарии, конечно, тоже отвечу, но мало ли, может, человек не прочитает мой ответ, а ответ будет ждать видео. Так, вот по памяти. Давайте я лучше сейчас подойду к ноутбуку, лучше подойду к ноутбуку, зачитая комментарий. Вдруг я ошибусь. Изан начался. Вдруг я ошибусь. Сейчас я посмотрю. У меня здесь еще рубашки. Так, у Акана рубашка белая и моя рубашка белая. Я вчера вот хотела, вот, я это постирала. Сейчас надо погладить. Другую рубашку у Акана я тоже постирала. Она в ванной висит. Потому что на балкон не повешу, я как-то говорила, на балкон рубашки повесила. А там такой сильный ветер. И сейчас ветер, у меня тюль опять туда, в сторону унесло. И вот это, считай, мокрое белье, и ветер дует, как сказать, ветер дует, да, и все об дом. И белое белье марается, поэтому нет, не повешу. Так, сейчас, ай-яй-яй, я не левша, я правша. Так, сейчас я отключусь, найду этот комментарий, и мы с вами встретимся. И я на этот комментарий отвечу. Так, сейчас я вам зачитаю комментарий. Это пишет, кажется, Зурида. Надеюсь, я не ошиблась, потому что здесь уже все. Узер, музер пошел. вот эти все эти циферки, да, так. Таня, в Мерзефоне есть какие-то достопримечательности? И за сколько дней можно посмотреть? Вот, вы знаете, я вам сейчас скажу, в Мерзефоне, на мой взгляд, вообще нету ничего. Нету ничего такого, что можно посмотреть. Такого, я не знаю. Нету здесь ничего. Нету. Мерзефон, небольшой город, вы знаете, его, наверное, можно за полчаса объехать на машине. Но пешком, я не скажу, что пешком можно обойти, там за полчаса. Лира! Ну-ка, нельзя туда. Ну-ка, выходи. Все. Туда вот запрыгнула. Вот, сиди лучше там. Ай-яй-яй-яй, белые рубашки. Этот. Наш, Лира, на шкаф прыгает она у нас, вот на стол. Мерзефоне нету ничего. Нету таких вот, ни музеев, ни каких-то там, что-то такое. Нету. Здесь есть, вот знаете, что? Здесь есть дом Ататюрка. Ататюрка. Но внутри мы туда как-то с Аканом заходили, подумали, там дом-музей. Давно, конечно, это было. А там, а там это, там, что на тот момент было, сейчас я не знаю. Конечно, я не знаю. Это было несколько лет назад. Мы туда заходили, в этот дом Ататюрка, куда в свое время, раньше, когда Ататюрк был живой, он, приезжая в наш город, он останавливался в этом доме. Да. Этот. Что там было? Там было, это какой-то кружок там был, женский, по рукоделию, что ли, мы с Аканом туда зашли, а там, вот, все. Там никакого музея даже не было. Сейчас не могу сказать. Это мы когда, в другой квартире жили, еще в самой первой. Ой, вот там постоянно, часто я мимо этого дома проходила, да. Так здесь нету ничего посмотреть. Да. Вот в Амасе, конечно, да, там много чего есть посмотреть. Там много чего. Там и музеи есть. На моем канале есть музеи. Там и вот, и можно ездить немножко подальше Амаси. Там вот это Ферхат и Ширин. Тоже там есть музей. Прям вот в горах. Музей. Видео у меня тоже есть. Музей этот показывали, да, и я там по пути прям прошлась в горах, где вот про этот, долбил дорогу Ферхат и Ширин. Ну, это легенда такая, да. Есть у меня видео. И в Амасе вот больше, да. Если вам охота в Мерзефоне посмотреть, ну, если вы мимо там проезжаете, потому что мне пишут иногда, Татьяна, мы мимо проезжали, там заехали, в Мерзефон посмотрели, там это, да, вот кому-то там не понравился, там, ни Мерзефон, ни Чуром, там город Чуром, отсюда 60 километров есть, да. Вот. Ну, можете так для разнообразия заехать, посмотреть. А сколько? Нет, здесь дней, здесь ничего нету. Нету. На мой взгляд, здесь вообще нету никаких таких достопримечательностей. Вот где базарная площадь, здесь вот там, конечно, вот как все под старину, там старый хамам, да, есть там что-то. Нету, здесь ничего нету, я уж повторяюсь, да. К сожалению, ничего нету. Если бы здесь что-то такое было, ой, я бы вам это, конечно, уже давно сто раз показала, да. А здесь, поэтому здесь показать-то нечего. В нашем городе, в нашем городке ничего такого нет, к сожалению, да. Ну, ладно, дорогие мои, на этой теме я с вами буду прощаться. Я сейчас вот поглажу, все посмотрим, и потом, наверное, сяду за вышивку. Немножко повышиваю. Пернатых я своих закрыла, а потому что я сюда зашла, они, они оба сидят в клетке. Думаю, ну ладно, наверное, жарко, или что, хотят посидеть в клетке. Ну ладно, я закрыла. Думаю, открою здесь дверь тогда. Жарко, наверное, им. Вот поэтому я их закрыла. Ну ладно, дорогие мои, всем огромное спасибо, кто провел это время вместе со мной. Я вас всех целую и обнимаю. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok